Это новости ТСН и мы продолжаем. Без Шипулина, Гараничева, Устюгова и еще ряда сильнейших спортсменов. Российские болельщики второй день не могут прийти в себя после шокирующих новостей, которые пришли из Международного Олимпийского комитета. Без объяснения причин эта организация исключила из списка заявленных атлетов с десяток фамилий. Решение беспрецедентное. Сейчас в спортивной федерации пытаются узнать причину отказа. Международный Олимпийский комитет Своё возмущение действиями МОК высказала прославленная российская биатлонистка Луиза Носкова. По её мнению, организация дискриминирует всё олимпийское движение. Действия МОК трудно, вообще поддаются здравому смыслу. Я думаю, вся спортивная общительность, весь, наверное, уже российский народ находится в удивлении от того, что вообще происходит. Поэтому мы все понимаем, что здесь идёт политический потекст. Очень жалко, что Международный Олимпийский комитет именно поддаётся таким действиям, нескраведливым действием, потому что нарушены вообще все принципы олимпийского движения. Ну что ж, нам остаётся ждать 28 января именно. В этот день огласят список участников Олимпиады и надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону. О том, какие потери понесла наша сборная, покажем на примере биатлонной команды. Из 11 фамилий, которые были в первоначальном списке, МОК утвердил только три. В Южную Корею могут поехать Антон Бабиков, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева. То есть мы даже не сможем участвовать в смешанной эстафете. Это когда бегут по две женщины и два мужчины. Не говоря уже об обычных эстафетах, где, кстати, Россия реально претендовала на олимпийские медали. Самое интересное, что на Олимпиаду не пускают наших лидеров, например, Антона Шипулина. За него особенно обидно, ведь в Тюмени его считают своим. Не в списках и других тюменских спортсменов. Евгения Агараничева, Виктории Сливко, Ирины Услугиной. Все они в этом сезоне бегали за основную команду в Кубке мира и Европы побороться за олимпийское золото. Не дали ещё двоим тюменским биатлонистам Александру Логинову и Ирине Старых на том лишь основании, что ранее они были дисквалифицированы за употребление допинга. Но при этом наказание уже отбыли. То есть это получается окончательное решение? Ну, я думаю, что да. Это очень несправедливо, я считаю. Лучше всего, пожалуй, вот эту ситуацию иллюстрируют слова известного тебе комментатора Дмитрия Губерниева. Он прокомментировал это так, что ему нечего сказать, и у него опускаются руки. К сожалению, да. Продолжение следует...